Дорогие друзья, уважаемая Людмила Борисовна, впервые в истории современной России установлен памятник одному из самых деятельных и ярких основателей новой страны. Считаю символичным, что памятник Анатолию Александровичу Собчаку открывается именно сегодня, в День России, в День страны, которую он действительно искренне, глубоко, по-настоящему любил и для которой очень многое сделал в самый тяжёлый период её развития. И в сердцах граждан нашей страны он навсегда останется блестящим представителем того поколения политиков, которые боролись за создание в России и истинно нового демократического порядка. Сила личности Анатолия Александровича и талант просветителя делали его действительно ярким, по-настоящему харизматическим лидером. А его высочайшая образованность и умение настойчиво, последовательно отстаивать свою позицию являли пример подлинного народного депутата. Он выражал идеи, созвучные надеждам и мыслям миллионов людей и сочетал в себе профессионализм юриста и смелость новатора. Действительно, именно в этот день, ровно 15 лет назад, Анатолий Александрович Собчак стал мэром Петербурга. Он делал всё возможное, чтобы вернуть город в орбиту политической, экономической, культурной жизни страны, Европы, всего мира. И при этом заботился о сохранении уникального образа и духа Северной Пальмиры. Быть первым всегда трудно, но ещё труднее брать на себя ответственность в эпоху перемен, в эпоху преобразований, когда всё по-настоящему является новым, когда советоваться не с кем, но и ждать некогда. И Анатолию Александровичу Собчаку приходилось учиться. И ему тоже приходилось учиться. Порой на собственном опыте, а иногда действительно и на ошибках. Собчак всегда оставался верен себе, своим принципам. И хорошо понимал, что именно имеет цену в нашей жизни. Однако на долю таких ярких, неординарных людей обычны и выпадают наибольшие испытания. Он человек, который никогда не шёл на компромиссы и, конечно, сталкивался с трудностями и проблемами. К сожалению, Анатолий Александрович Собчак не стал среди таких людей исключением. Дорогие друзья, у Анатолия Александровича было действительно большое сердце, действительно большая душа. Я достаточно долго работал с ним и вспоминаю эти годы совместной работы. Для меня они были очень важными и значимыми. И я тогда ещё удивлялся и думал про себя, как же так? Человек старше меня на 15 лет, а по духу по своему, по душе по своей намного моложе. Он просто романтик. Это было удивительно. Для меня, во всяком случае, это было действительно удивительно. И вызывало восхищение. Он был абсолютно порядочным и глубоко честным человеком. И это тоже не могло не отражаться на его деятельности. И я очень рад, что сегодня присутствую на этом мероприятии, на открытой этого памятника. Уверен, что так же, как и мне, всем тем, кто работал с Анатолием Александровичем Собчаком, не хватает его. Спасибо вам большое за внимание. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»